Мир вам и Божье благословение! Пост начался, и неделя за неделей приведет нас к Пасхе. Но каждая неделя имеет свой огромный учительный пример, авторитет, которому надо подражать. И вот второе воскресенье после первого воскресенья недели православия Григория Паломы. Кто Григорий Палома? Епископ церкви и аскет-подвижник, который вступил на путь познания Бога через самовоспитание, я бы сказал, мягко так, через борьбу с грехом и открытость с дьяволом. И он превзошел все, как говорят, ожидания, и его труды и пример всем нам постящимся. И самое главное, в этом мы почерпаем уверенность и доверие к Богу, что наши труды Господь принимает, подвиг поста благословляет, и мы приближаемся к вечной жизни через свои скорби, определенные страдания, которые пост, несомненно, совершает с нами. И мы их побеждаем. Вот Григорий Палома прошел суровую собственную школу и показал, что человеку возможно все. И человек может открыть божество очень близко и понять определенный смысл своей веры. Это только в христианстве и особенно в православии. Главная воля Божья в том, чтобы мы спаслись, вошли в жизнь вечную. Воля Божья изложена в заповедях Господних. И не нужно ничего придумывать. Откройте Ветхий Завет, и вы прочитаете 10 заповедей Моисея. Это Божий Завет. Открывайте Новый Завет Блаженные, вы прочитаете заповеди Блаженства на горную проповедь Христа. И самое главное, вы услышите из Евангелия, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так поступай, и ты золотое правило. Вот первая воля Божья. Люби ближнего своего, как сам себя. Вот воля Божья. Любите ненавидящих вас, благословляйте клянущих вас, молитесь о проклинающих вас. Вот воля Божья. Научиться творить бесконечно добро. И в этом спасение. Почему сквернословие считается грехом? Потому что это проклятие. Сквернословие не вчера родилось. И не у русского народа, как иногда говорят, у славян. Или там у китайцев. Ни у китайцев, ни у славян, ни у немцев, ни в каких народах. Это родилось у шаманов. Это родилось у языческих служителей. В основном скандинавские народы. Знаменитые норманы или норманы, как их могут назвать. Викинги, которых воспевают. Все грязное служение в этих народах. И в славянских тоже. И оно так и произносились, эти молитвы наоборот. Оскверняющие все, что Бог осветил. Зачатие детей, любовь мужчины-женщины. Животный мир, загробный мир. Потому что интеллектом человека душой руководил дьявол. После грехопадения это произошло. Поэтому всякая нетяжелая братья. Проклятие, осквернение и отречение от Бога. Берегитесь этой заразой. Да поможет Господь очистить главное сердца и умы. Там живет вся эта грязь. Дьявол туда влияет. Помоги нам, Господи, избавиться от гнилых и дьявольских слов. Мир вам и Божье благословение. Помните, что всякий, кто кого обматерил, сам получит болезни. Начиная от онкологии. Это уже и психологи доказали. И заканчивая сумасшествием. Отсюда и блуд, разврат, и извращение, и все что угодно. Вот вам, всем нам, вернее, что нужно делать. Избавиться от этого страшного, язву несущего душе обычая и традиции сатаны. Храни всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok